Вот на прошлой неделе я имел беседу с одним мусульманином, он, ну, как бы даже большое положение занимает, начальник немаленький, и вот в беседе я его спрашиваю, для меня, вы знаете, молодежь, это так выразительно было, я спрашиваю, ты хотя бы Коран читаешь? Он говорит, Коран наизусть знаю, я говорю, да ну, и называю ему пятая сура, второй аят, он цитирует вот так вот, я удивился, а вы знаете объем Корана? Это примерно равен объему Нового Завета, вот если бы здесь вот молодежь, да, он чуть постарше вас, ему, я думаю, лет 35, Если бы христианин Новый Завет выучил наизусть, это любовь к Слову, и я думаю, ой, как бы его жизнь изменилась, но вся проблема в том, что иногда человек услышал, и ветром все сдуло, и он теперь идет навстречу искушениям, силенок не хватит, молодежь, Вот это единственная сила во Вселенной, которая может положительно влиять, поэтому очень важно любить Слово, размышлять о нем, учить наизусть Когда-то я рассказывал такой пример, я еду в поезде, и вот беседуем с одним человеком, хорошая беседа была, я уже вот стал беседовать, и тогда были плееры, это давненько было, я наушники взял, прилег на полочку, и долго лежал, слушал проповеди, И когда я, ну, уже стал слушать, присел, он говорит, что ты слушаешь, дай послушать, и я судорожно начал перебирать, а ни одной подходящей проповеди ему нет, неверующий человек, у меня были проповеди для общения жен-служителей, и я думаю, какую, вот это не подходит, это не подходит, это ни одна не подходит, и я наугад так нажал, говорю, на, слушай, И вот он тоже, как я, прилег на полочку, глаза закрыл, а я сижу и наблюдаю, и он говорит, ну, долго слушал, а потом говорит, убивать не буду, я не понял, кого убивать, за что, потом, ну, он долго слушал, я стал опять беседовать, и он мне поведал такую историю, оказывается, он ехал с намерением убить человека, Ну, там долгая история, он в рабство попал, сколько-то лет был, и теперь он решил отомстить, я говорю, как ты пришел к такому решению, он говорит, как, такая селища, это же, если бы вот эту проповедь, вот на весь мир вот так озвучит, и говорит, все бы с ног на голову перевернулось бы, он прав? Он прав, он прав, друзья. И я видел много историй, страшные преступники, он принял это слово, жизнь меняется, становится другим человеком. Но вы знаете, молодежь, у меня возникает вопрос, а почему не в каждой жизни вот эта сила действует, сила слова? Ведь Бог вселенную сотворил Словом Своим, и Бог великие дела творит Словом Своим, но вся проблема – это отношение христианина к Слову. Значит, если мы правильно принимаем Слово, если мы его любим, оно будет действовать, мы удивляться будем. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог!